Непогода снова грозит закрытием автодороги на Ринмарусинск. Метеоусловия уже начали ухудшаться. По информации подрядчиков, в тундре началась метель, из-за чего на зимнике практически нулевая видимость. По нормативным требованиям, из-за таких погодных условий движение по трассе должно быть ограничено. Напомню, сейчас зимник открыт только для грузового полноприводного транспорта. Для магистрального и тем более легкового транспорта трасса непроходимо. По словам директора подрядной организации «Транзит» Владимира Волкова, зимник пока держится, но не за горами новый сюрприз погоды. Синоптики обещают оттепель до нуля градусов по Цельсию. История трехдневной давности повторяется. В регион снова пришли метели, а затем придет и оттепель. И это именно в тот момент, когда подрядчик, компания «Транзит», только справилась с последствиями первой волны непогоды. Последние два дня, когда более-менее стихло, привлекли очень много сторонней техники, Сусинская, свою технику. И в круглосуточном режиме мы за два дня сделали зимник не идеальным, но проезжим. Долгожданный минус продержался в регионе недолго. Согласно сводкам Гидрометцентра России, на этой неделе нас ожидают от минус 4 до нуля градусов по Цельсию. 10 февраля в Наринмаре ожидается облачная погода, небольшой снег, слабый гололед. Ветер южный и юго-западный 9-14 метров в секунду. Температура ночью минус 2-4 градуса, днем минус плюс 1. По округу облачная с прояснением погода. На большей части округа небольшие, местами умеренной осадки, местами метель, гололед. Ветер южный и юго-западный 9-14 метров в секунду. По побережью местами порывы 15-20 метров в секунду. Температура минус 4, плюс 1 градус. На востоке округа ночью минус 5, минус 10 градусов. Днем минус 1, минус 6 градусов. Для февраля на Крайнем Севере такая погода скорее аномалия, чем привычная ситуация. На протяжении 30 лет с 1981 по 2010 годы максимальная среднемесячная февральская температура едва достигала минус 13 градусов, минимальная минус 22. Среднесуточной температурой февраля синоптики называют минус 20 градусов по Цельсию. Максимальная среднесуточная температура минус 0 градусов наблюдалась в округе в далеком 1990 году. Перепады температуры воздуха, которые мы наблюдаем сегодня, будут продолжаться до середины февраля. По информации синоптиков, это происходит из-за активных циклонов, приходящих из Атлантики. Быстрая смена атмосферных фронтов сопровождается резкими перепадами температуры и сильным ветром. В течение нескольких дней кратковременное похолодание сменит более высокие температуры. Похожая ситуация происходит в республике Коми и в Ямало-Неницком автономном округе. Кстати, в последнем, так же как и в нашем регионе, в этом году уже закрывали зимники. Причина та же, что и в Нао. Метели и тёплая погода – прямой запрет на проезд и по временной зимней дороге. Условия, при которых подрядчик вправе открывать трассу и вести на ней работы по уплотнению и проливке, строго прописаны в регламенте по содержанию зимника. По регламенту мы обязаны закрывать зимник при минус 7 и выше. Что и будем делать. Поэтому, я думаю, жаловаться нужно на погоду, а не на нас, потому что мы даже не имеем права выше минус 7 и открывать зимник. Потому что полотно не выдерживает и в итоге мы вообще его потеряем. Если не закрыть зимник в тёплую погоду, он будет полностью разрушен, говорит подрядчик. Выход один. Смириться и в очередной раз ждать стабильного минуса. Во вторую волну непогоды. Главное – не допустить ошибок конца января, начала февраля. Когда на закрытую трассу, то и дело, выезжали и большегрузы, и легковой транспорт, не давая подрядчику начинать работы по восстановлению зимника. Мешают очень. Я вот, например, тащил 5 дней, сопровождал вот эту колонну. Вместо того, чтобы заниматься непосредственно делом, я сопровождал 5 дней. Представляете? Вот. Это сколько солярки, сколько нервов и прочего. Вот. Водители вообще безответственно очень подходят. Если сказали им сидеть на харьяге, то они должны там сидеть. Лично мое вот такое мнение. А не сопровождать их неделями. Вот. И все-таки это север. Должны быть с продуктами, с топливом. И все. И сидеть просто на харьяге. Чтобы впредь не допустить таких ситуаций на трассе, в регионе ужесточают меры контроля по несанкционированному выезду на зимник. В дополнение к шлагбауму со стороны КОМИ установлен такой же и на выезде из Наридмара, который будут периодически контролировать наряды ГИБДД. А для тех, кому закон не писан, в регионе появится нормативно-правовая база, связанная с функционированием зимней автодороги. Такое поручение уже дал губернатор Игорь Кошин своему профильному заместителю Алексею Кайдалову. Все должны понимать, что такое зимник, когда движение по нему открыто, а когда закрыто. Кто имеет право выезжать на трассу, кто имеет право перекрывать выезд на эту дорогу, и кто содержит зимник и как. Художественная самодеятельность на тему «проеду-не проеду» приводит порой к тяжелым последствиям. В результате зимником занимаются буквально все – администрация, прокуратура, главный федеральный инспектор, ГИБДД, МЧС, поисково-спасательная служба. Давайте пропишем четкий регламент, сказал Игорь Кошин. По словам Алексея Кайдалова, в ближайшее время такая нормативная база будет разработана. Сейчас получить информацию о состоянии зимника можно непосредственно перед выездом по номерам телефонов 112 или по телефону диспетчерской службы подрядчика 8-911-650-4040, а также на информационном табло в районе базы Наринмарт-Дорьемстрой. Водителям, которые выезжают из Архангельской области, для того, чтобы связаться с диспетчерской службой, необходимо набирать номер 8-818-53-6-44-00. Ирина Цепетова, Вадим Стасюк, Александр Дуркин, Телеканал Север.